Здравствуйте! Начинаем очередную программу «Политика с Бузаровым Андреем». И сегодня у меня в гостях Олег Ярош, один из ведущих востоковедов Украины, человек, который глубоко знает ситуацию на Ближнем Востоке. И сегодня мы будем говорить об Иране, о ситуации на Ближнем Востоке и о том, какие последствия будут для Ближнего Востока касательно лишений Трампа о выходе США с иранской ядерной сделки. Олег, здравствуйте! Олег, в настоящее время ситуация на Ближнем Востоке развивается очень интересно. И в Украине все больше и больше интереса проявляют эксперты, журналисты, даже не востоковеды, не мы, люди, которые традиционно следят за ситуацией на Ближнем Востоке. И у многих возникают вполне адекватные вопросы, почему Трамп за короткий промежуток времени принял такие два противоречивых решения. То есть сначала он говорил о том, что перенесет столицу, не столицу, а посольство из Тель-Авива в Иерусалим и перенес его фактически. А потом он вышел из сделки с Ираном. Да, это были его предвыборные обещания, мы все помним. Но он же как опытный стратег, он прекрасно понимал, что это вызовет недовольство палестинцев и арабского мира, и даже отчасти европейского, и Саудовской Аравии, и других эмиратов, которые являются... Да, то есть по сути он один остался, если мы берем геополитически активных акторов международной политики, то они его не поддержали. Почему Трамп идет в разрез общественному мнению? И в чем особенность современной политики американцев и Трампа, трамповской внешней политики на Ближнем Востоке, по вашему мнению? Ну, он продолжает традиционную линию, в принципе, тех политиков, которые ориентировались на электорат правых республиканцев, то есть ключевым элементом которого является защита Израиля. Когда мы говорим о произраильском лобби в Америке, оно включает в себя не только, так сказать, в той или иной степени относящихся к этому государству, связанными интересами разными, экономическими, политическими, родственными. Ну, и так называемое право-республиканское лобби, элементом, скажем, идеологии которых является защита Израиля. Израиля как место, откуда произошла христианская религия и так далее. Трамп очень, как говорят, он сенситив, он очень чувствительно относится к своим внутренним рейтингам, к своей поддержке электоральной. И она до последнего времени снижалась. То есть о демократах мы вообще не говорим, там стабильно он в минусе. Даже у республиканцев его рейтинги были не те, на которые бы он рассчитывал. А если мы посмотрим сейчас, те замеры, которые делались, они сильно недавно, вот после военной операции авианалетов в Сирии, выхода из соглашения с Ираном, то эти рейтинги выросли. То есть и выросли они, можно предположить, как раз за счет вот этого консервативной части республиканской, которая очень, как бы, вот она тоже, для нее очень важна, охранительная политика Америки по отношению к Израилю. Они рассматривают вот эти страны, ну, в частности, Иран, по сути дела из этих игроков, которые, вот, скажем, антагонистов Израиля, которыми ранее были там в той или иной степени Саддамовский Ирак, Сирия, которая, в принципе, так действовала не открыто, а через СБЛА в основном там и так далее. Вот. То есть сейчас остался один Иран. И как бы вот решительные действия Трампа по отношению к Ирану, который, по мнению некоторых экспертов, он как бы старается активно восстановить свой военный потенциал, развивает, ну, допустим, там, с ядерным оружием, там, в принципе, мы склонны доверять инспекторам АГАТЭ и всех этих агентств, которые говорят, что там заморожено, но, тем не менее, ракетную программу развивают и так далее. То есть конвенциональное, вот эти обычные вооружения. Поэтому они рассматриваются как угрозу, вот, поскольку доктрина «Маргомба Америка, Маргомба Израиль да смерть Америки, смерть Израиля», она как бы все равно, этот слоган, он актуален, он присутствует в дискурсе политических элит. И для многих политиков американских это, как бы, неприемлемо. И то, что Трамп бросает вызов, это, как бы, придает ему дополнительные...